Привет всем! Муж у меня сейчас на работе с утра до вечера. Первый год я собираю раи одна. Мы уже снимали, как собираем раи, но сейчас расскажу примерно вот инструкцию, что зачем делаем. В первую очередь берем либо улей, либо у нас вот в этом случае очень старая уже раевня, там сетка, здесь деревянные фанеровые бока. Берем оперой, это запах матки. Я уже намазала, но что-то они как-то не очень реагируют, он жиденький такой. И мажем внутри, чтобы они залезли. Мажем и идем разжигать дымарь. Дымарь я уже разожгла. Теперь нужно попробовать резко тюкнуть, чтобы основная часть сыпалась туда. И дымить так, чтобы они все заходили в раевню. Когда основная масса зайдет, надо будет уносить в баню. Ну у нас в баню мы уносим либо какой-то амшанник для того, чтобы они успокоились. И вечером мы высыпаем уже вулей. Бывает мы просто вулей сразу загоняем чел. Вот я начну поддымливать. Просто если в уле, то улей уносим в баню. В общем, в прохладное темное место, чтобы они успокоились. И все, вечером высыпаем, они начнут работать. Если поставить сразу на пасеку улей, они разлетятся, у них вот это роевое состояние еще не прекратится. Ну я возьму палку, попробую тюкнуть, чтобы они упали. Не нашла никакой топор. Я одела маску, костюм в этот раз. В прошлые разы. Ну это вот небольшой рой еще. В прошлые разы. И вообще просто в платье собирала. Завтра ехать в город не хочется, если в глаз когда-нибудь попадет, ходить опухший по городу. Вообще они в основном не кусаются, потому что они перед летом забивают зобики свои медом, потому что лететь в дальнюю дорогу. Вот. И как бы они вроде как жопку у них не может согнуться и ужалить. Но все равно есть такие, которые ужалят. Меня вот несколько дней назад укусило в глаз, прям под глаз. Это к тем, кто спрашивает, кусают ли они. Они могут, конечно, если неаккуратно обращаться, могут закусать со всем. Ну в основном, если работать быстро, аккуратно, может и можно в одних трусах его собирать, и никто не укусит. Они опять на этой жерде, я попробую еще раз. До этого прям большие раи были, это так. Но все равно лишним не будет. Опять же дымить надо аккуратно, чтобы не обжечь крылышки, а то они потом летать не смогут. Но активно. Чтобы были они у вас под контролем. Они некоторые вот, получается, вверх поднимаются, а потом слетаются туда. Важно, чтобы матка туда попала. Если опероя нет, то надо как-то найти матку, но это сложно. Посадите, они все за ней полезут сами. Иногда неудобно присядут, что можно даже вот где-то сетку отогнуть и полностью весь стряхнуть. А иногда облепят вот так вот всю жердь. И вообще проблематично. Все, они уже почти зашли. Я закрываю, у меня такая пеленочка. И уношу, у меня там один еще рой. Вылетает. Попробую собрать. Закрываю пеленку, потому что тряпка там плохая. И все. И несу в баню. И волки-палки. Пока несла в раевни один рой, второй, этот больше. Тоже начал кружить. Раевни я сразу не нашла. Намазала вот здесь на угол опероем, чтобы они хотя бы не улетели. Пока я искала раевню, вот раевню нашла и туда положила. Видно, нет? В общем, соты. И намазала соты еще опероем, чтобы они туда заходили. Не знаю, они теперь, наверное, не знают, что делать, потому что и тут, и там запах. Сейчас подожду. Они маленько осядут. Подальше маленько отойдут, чтобы не мешать. Сейчас дымить бесполезно, они все в воздухе. Основная часть. Я вообще сначала ведро поставила, туда соты положила. Вот эти намазанные. Потом раевню, потому что в раевне им лучше. Сейчас как-то буду их туда загонять потихоньку. Вообще, если рой сначала пребывается рядом, как правило, часа два висит. Если не успеешь его собрать, он улетает дальше. Там уже ищи свищи его. Так что надо успевать следить. Вообще, поздно они в этом году очень поздно роятся. Это уже месяц назад должно было быть это все. Поздно семьи развились, а отсюда и мало меда, потому что работать некому. Фигней всякой страдают. Представьте, что вы в 20 сантиметрах от роя пчел. Вот они у нас. Теперь железячки, кстати, неудобно будет убирать. Вообще, надо боком поставить, а то они внизу там собираются. Как-то так, что ли, чтобы заходили. Мне надо, чтобы вот они на соты сели. Все кучкой. Все кучки. Продолжение следует... Сейчас повыше подниму их... Пусть садятся... Куча... Здесь по наружным краям... Я немного совсем подымливаю, чтобы они вовнутрь заползали... Если сильно дымить, они вообще могут все разлететься... Уже меньше в воздухе... Сейчас их как-нибудь буду еще загнать вовнутрь... Одно, конечно, неудобно... Лучше, чтобы кто-то... Ну, там что-то принести... В общем, один в подмоге был... Ну, обычно я Саше помогаю, что-то приношу, а он тут уже... Дела делает... Я сейчас принесу пеленку... Ну, так неудебно... Сейчас принесу пеленку, накрою его и пойду... Ну, все, я понесла в баню... Фу, вроде бы все... Два рая собраны... А начиналось все с того, что я поставила пирожки в духовку... И как-то решила сходить проверить... У меня каждый раз как-то последнее время интуиция, что... Что-то сейчас, по-моему, должен рой выйти... Что рой должен выйти... А он один за другим получилось... Несколько дней назад тоже два рая собирала... Ну, тоже такие крупненькие были... Оставшиеся пчелы летят... Летают, не знают, куда деться... Они вернутся... Пуле, из которого вылетели... Погружат, погружат и улетят... Их мало осталось... Вот, а теперь... Мне осталось... Дашу пойду усыплю... Потому что уже она должна спать давным-давно... Еще у нас... Цыпля так покормить... Травы накосить в огород... Сварить борщ... Ну, это так к теме... Размеренных деревенских будней... Особенно летом... Все, всем пока... Субтитры сделал DimaTorzok